Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему в нашем регионе сегодня будут работать сирены и громкоговорители, какое поощрение предусмотрено пенсионерам за вакцинацию и как новосибирский зоопарк готовится к зиме. В Новосибирской области сегодня пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в МЧС. В 10.40 начнут звучать сирены. Одновременно по громкоговорителям и на экранах, установленных в аэропорту Толмачева, на железнодорожных вокзалах, в метрополитене, а также на площади Ленина, будут транслировать информацию о проводимой проверке технического состояния системы оповещения. Кроме того, такое же сообщение появится в эфире телеканалов и радиостанции. Целью проверки является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Жители региона просят соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами. Новосибирским пенсионерам предлагают вакцинироваться от коронавируса и получить за это подарки. Акция проходит в рамках декады пожилого человека. Она будет действовать до конца текущей недели. Стать ее участниками могут горожане старше 65 лет. После вакцинации им вручат подарочные наборы. В нем есть витаминный комплекс, косметические и гигиенические средства, защитные маски, а также билет на киносеанс. Адреса пунктов иммунизации, где проходит акция, можно узнать на сайте города. В Новосибирском зоопарке начали подготовку к зиме. Для животных делают утепленные вольеры и бассейн с подогревом. С подробностями Екатерина Стывко. У енотов-полоскунов время обеда. В меню куски мяса и овощи. Сейчас животные должны накопить жир, говорят зоологи, чтобы зимовка прошла успешно и морозы были не страшны. Если бы мы подошли летом к вольеру, то тогда мы бы могли видеть, как они бегают, как они резвятся, как они друг с другом общаются. Но сейчас они больше времени проводят в домике, они ложатся в кучку и засыпают, потому что так теплее. Обычно минимум их активности наступает где-то к концу ноября. Сосед енотов-барсук тоже активности уже не проявляет. Ест, много спит, на прогулки практически не выходит, в отличие от тропических фламинго. Этих птиц в теплый дом до самых морозов не загонишь. Почти все время проводят на улице, охотятся и принимают грязевые ванны. Для этих целей построили специальные резервуары. Подготовка к холодам в зоопарке идет полным ходом. Все животные, кто у нас остается в вольерах, мы, безусловно, утепляем. Мы подкладываем сено. В подкладки какие-нибудь кладут тряпки, например, или просто ткань какую-то теплую, которая будет удерживать тепло внутри домика. Животных стараемся подкармливать уже поплотнее, чтобы они смогли спокойно набрать вес. Но далеко не все звери зимуют в уличных вольерах. Некоторые виды просто не приспособлены к морозам, поэтому на сезон меняют место жительства. Так в павильон «Тропический мир» переехали обезьяны, лемуры, некоторые виды кошачьих. На очереди нелетающие птицы. Пингвины тоже будут зимовать в павильоне. Сейчас они еще могут выходить на улицу, но как только ударят первые заморозки, дверь будет закрыта. А все потому, что пингвины Гумбольта очень теплолюбивые создания. Для комфортной жизни им необходим бассейн с водой, температура которой плюс 15 градусов и практически летняя погода. Родина этих пингвинов – побережье Чили и Перу, поэтому сибирская зима им явно не по вкусу. Сейчас в зоопарке проходит акция. Можно помочь подготовить животных к зиме, поделиться излишками урожая. До конца октября принимают фрукты и овощи. Почти все звери очень любят тыкву. Екатерина Стывко, Евгений Павлов, Новости ОТС. В Новосибирской области идет подготовка к всероссийской переписи населения. Напомню, что она стартует 15 октября и продлится до середины ноября. В анкете будет 33 вопроса. Перепись – это работа общегосударственного масштаба. Последняя перепись населения в нашей стране проходила 10 лет назад. Она принципиально важна для того, чтобы понять точные цифры численности населения, социальный состав, состав семьи, динамика развития населения страны и не только нашего региона. Впервые при переписи населения задействуют цифровые технологии. Пройти опрос можно будет на портале Госуслуг. Заполнить данные не только о себе, но и обо всех членах своей семьи. Также можно самостоятельно прийти в МФЦ. Там собирать информацию будут волонтеры. Классический способ переписи населения тоже никто не отменяет. Сейчас набирают переписчиков. К работе планируют привлечь 5800 человек. По каждому адресу должен прийти переписчик. У него будет отличительная особенность переписчика. Как его можно отличить? Это обязательно удостоверение, которое действительно только при предъявлении паспорта. У переписчика будет специальное обмундирование. Это синий жилет и шарф с символикой переписи населения. Переписчик произведет опрос. Отвечать на вопросы можно не только за себя, но и за всех членов домохозяйства, так же, как и на портале Госуслуг. Основание ледового корта начали возводить на тренировочной арене нового ЛДС в Новосибирске. Строители уже приступили к монтажу технологической плиты. Она будет обеспечивать терморегуляцию будущей спортивной площадки. По аналогичной технологии обустроят большую ледовую арену площадью 60 на 30 метров. Как отмечает областной Минстрой, темпы строительства арены наращивают. Планируют увеличить штат работников с 500 до 700 человек. Продолжают работы и по другим направлениям, включая устройства вентиляции, отопления и водоснабжения. В Новосибирской области продолжает работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. На звонки граждан отвечают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Свои вопросы граждане могут задать ежедневно в рабочее время по 15 октября. Номер телефона указан на вашем экране. Звонки бесплатны из любого населенного пункта страны. По 20 тысяч рублей получили финалисты регионального конкурса научно-технических проектов. Его проводили на базе центра «Альтаир». Жюри оценивало работы юных новосибирцев в четырех направлениях. Современная медицина, изобретения для жизни, промтехнологии и IT-сфера. Все проекты имели практическое применение и подкреплялись анализами и фактами. В числе получивших гранд-проектов роботизированный экзоскелет для адаптации людей с нарушениями функции руки, а также универсальный протез для домашних животных и ряд других. На гранд и команды смогут продолжить совершенствовать свои разработки. В Новосибирске упал спрос на квартиры в новостройках. Интерес к такому типу недвижимости в третьем квартале снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К подобному выводу пришли аналитики Авито, изучив статистику продаж. Также специалисты выяснили, что количество предложений в новых домах стало больше на 5%. Спросом у покупателей пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом чаще всего собственники пытаются продать студии. Больше 200 сельхозорганизаций, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и садоводов представят свою продукцию на ярмарке в Ленинском районе Новосибирска. Состоится она уже в эту субботу на площади Карла Маркса возле ГУМа. Организаторы администрации района и мэрия. Жители и гости города смогут приобрести свежие овощи, фрукты, плоды декорастущих растений, мед и посадочный материал, а также мясную, рыбную, молочную продукцию и хлебобулочные изделия. В аэропорту Толмачёва открылась выставка, посвященная Санкт-Петербургу. Экспозиция расположена на первом этаже международного терминала и будет доступна для просмотра до ноября. Цель выставки – продемонстрировать пассажирам авиаузла, что северная столица – это уникальное туристическое направление с неповторимой атмосферой. Гости Толмачёва могут ознакомиться с разноплановыми маршрутами и туристическими продуктами для самых разных категорий путешественников. Родители новосибирских школьников готовы раскошелиться на подарки учителям. Средняя сумма, на которую рассчитывают жители региона – 2500 рублей. При этом, по сравнению с аналогичным исследованием трехлетней давности, сумма выросла на 20%. Об этом сообщает сервис «Суперджоб». Аналитики посчитали, что в среднем по стране подарок от класса учителю в честь профессионального праздника обойдется в 3200 рублей. Больше всех готовы потратить москвичи. Что касается самого подарка, то чаще всего это букет. Второе место по популярности различные сертификаты замыкает тройку набор сладостей с чаем или кофе. Жителям Новосибирской области напомнили о новом порядке выплат на детей. Как уточнили в региональном министерстве труда и социального развития, адресную поддержку для семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого ребенка можно получить только на карты МИР. Данный порядок вступил в силу с начала октября. Размер ежемесячного пособия составляет 12 729 рублей. Если родители не имеют карту МИР, то деньги будут перечислять либо на банковский счет или почтовым переводом. Организацию и способ получения выплат определяет только сам получатель. Новосибирская область вошла в тройку лидеров по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». В нашем регионе к проекту подключились 13 учреждений культуры. Театры, музеи, концертные организации предлагают посетить около 200 событий. Напомню, оформить именную «Пушкинскую карту» могут жители Новосибирской области в возрасте от 14 до 22 лет. Она будет действовать до конца года. На ее счету 3000 рублей. Потратить деньги можно только на билеты в учреждения культуры. Получить электронную карту можно на портале госуслуги или пластиковую в одном из банков страны. В Новосибирске продолжают возводить новый ледовый дворец спорта. Рабочие приступили к монтажу технологической плиты по тренировочный каток. Параллельно завершается монтаж металлоконструкций будущего стадиона. Подробности у моих коллег. Первое, что бросается в глаза на стройке ледовой арены – работы идут по всем фронтам. Вот строители укладывают кирпич, оформляя крышу тренировочного модуля. Вот монтируют витражные конструкции, в то время как внутри чаши стадиона бетонируют будущие трибуны. Сейчас на объекте задействованы более 500 строителей. А в октябре их число возрастет еще на 200 человек, когда откроется новый фронт кровельных работ. Каждый день усиливаем работы, добавляем людей, раскрываем новые фронта. Еще раз хочу сказать, совместно с Министерством строительства Новосибирской области проводится очень большая работа, в том числе и с подрядными организациями, с поставщиками материалов, для того, чтобы сократить вот эти вот отставания, которые у нас сложились в летний период времени. На тренировочной арене уже выкладывают технологический слой. Поверх него будут смонтированы трубы хладоснабжения для наморозки льда. Но главные силы брошены на завершение всех работ по закрытию контура здания. Это необходимо для того, чтобы пустить тепло на стадион. На малых аренах теплый воздух по плану будет уже к Новому году. А в основной чаше – в феврале. Мы приступили к монтажу витражных конструкций основного здания. Значит, у нас активно ведется поставка стеклопакетов уже на непосредственно объект. На этой неделе мы приступаем стеклить два малых зала. Это вот тренировочная арена и универсальный спортивный зал. Кроме того, завершается покрытие крыши стадиона профлистом, что предваряет основные кровельные работы. Ведется монтаж инженерных коммуникаций как внутри, так и на прилегающей территории. Строительство ледовой арены станет одной из тем предстоящего заседания Оргкомитета молодежного первенства. Другие вопросы коснутся создания карты маршрутов и чистых зон на объектов турнира, а также продвижения чемпионата в информационном пространстве, в том числе и волонтерской программы, которая торжественно стартовала неделю назад. Буквально со вчерашнего дня началась размещаться информация по городу Новосибирска. Это внешние рекламные носители, транспортная инфраструктура, метрополитен, о старте заявочной кампании. Это как раз то мероприятие, которое на той неделе состоялось. И сейчас мы еще начинаем и информировать население. Во-первых, это о предстоящей первенстве и как потенциальные жители города Новосибирска могут стать волонтерами. На всех плакатах и афишах, посвященных набору волонтеров, будет QR-код, перейдя по которому новосибирцы смогут оставить заявку на участие в конкурсе, по итогам которого будет отобрано 600 добровольцев для работы на молодежном чемпионате мира. К слову, волонтеры в рамках подготовки смогут одними из первых ознакомиться с устройством новой арены изнутри и бесплатно посетить матчи турнира на красавце стадионе. Александр Ширудила, Алексей Зубила, Новости ОТС. Большинство жителей нашей страны никогда не стали бы делиться секретами с малознакомыми людьми. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения. Оказывается, что по-настоящему откровенные отношения граждане имеют с супругом или супругой, с детьми, родителями и друзьями. И лишь 18% респондентов делятся своими мыслями и тайнами с коллегами. Примечательно, что лишь треть соотечественников считают себя общительными, а 16% россиян скорее замкнуты и склонны к одиночеству. Но главный вывод исследователей в том, что за последние 15 лет россияне в целом стали менее доверчивыми. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok